Особое мнение на 101FM Я посмотрел, почитал Не весело становится Вы, Михаил, почему отстаете? Почему еще официально ничего не публиковали? Очень интересно услышать ваше мнение Вы один из самых молодых депутатов Кировских, вам 27 лет Я понимаю, что у нас основной костяк На мой взгляд, депутатский Это люди, которые из созыва в созыв А вот мнение Именно молодого народного избранника Очень, на мой взгляд, ценно услышать Итак, первые два месяца Получается, два месяца уже полноценные прошли С момента выборов В городдуме седьмого созыва Итак, какие подытоги делаете? Первое впечатление Какая что-то информационная Не так активная Освещая работа, как Анастасия Тут просто физически пока не все успевают Мы видим, работы много Пока задач стоит много, вопросов много Ну, тут Прямо каких-то итогов-итогов Сложно подать, потому что сейчас Отрабатываем вопросы, которые избиратели нам ставили Время выборов Вопросов много Впереди распределение вот этих средств по наказам Тоже приглашают в разные там организации Приходишь, ужасаешься от того, что видишь И думаешь, как эти вопросы там Десятилетиями, почему они не решались И почему вот сейчас я там прихожу И мне показывают Ну, с точки зрения там Инфраструктуры некоторых там Образовательных учреждений Что там, ну, просто швах Ну, как будто до вас ничего не было Такое ощущение, что да Напомните, сколько сейчас там У городского депутата сумма Там получается Шесть миллионов рублей на округ И в зависимости, сколько депутатов К округу привязано Везде по-разному От одного там до четырех, по-моему В одном из округов есть Пропорция существует Да В нашем случае я закреплен за девятым округом То есть у меня половина будет Ну, вопросов много То есть вот сейчас сидишь и думаешь Как это размазать элегантно Чтобы на все везде хватило И чтобы можно было, так сказать, это все Максимальное количество вопросов решить Ну, плюс понятно Например, костяк Основной вопросов, связанных сейчас С текущей депутатской работой В чем заключается? Ну, во-первых, много обращений от людей Там были по отоплению По благоустройству По вывозу мусора после субботников Которые по осени прошли Мусор, оказывается, до сих пор не вывезен Так и лежит мешками Люди в целом Там какие-то свои текущие Ну, понятно, люди, они В свои житейские проблемы У них там постоянно что-то происходит А что, по этому поводу К депутатам нужно сразу возвращаться? Мешки с мусором не вывезли Территория там не была устроена Ну, пример с мешками мусора Почему привожу? Потому что обратились Тоже образовательные учреждения Сказали, что вот Субботники провели Там время пошло Никто ничего не вывозит Обращаемся там В органы администрации Вроде как тишина У них там транспорта нет Ничего нет Помочь ничем не можем Вроде как Девайте куда хотите сами Вот сейчас тоже будем С этим вопросом разбираться Потому что, ну, сейчас вот Сегодня зима Как обычно неожиданно наступила Сейчас все замерзнет Как это потом отковыривать И вывозить Ну, это получается До весны все так вот И будет лежать Казалось бы, все это элементарно Делается Терру правления Там должен быть отдел Конкретный чиновник Который закреплен И отвечает за эту сферу деятельности Вот то, что у нас С чиновниками проблема Это я понял У нас еще пока только первое Прошли заседания комитетов Ну, комиссии В городской думе И заседания комиссии Я понял только одно Что у нас, по-моему, нет Ни одного структурного подразделения Которому не было бы Кучи вопросов Причем не только У оппозиционных партий Там И господа из Единой России Задавали там Очень много острых И серьезных вопросов На которые ни один из руководителей По сути дела Ответить-то не мог У меня было такое ощущение Что до этого Не было там Пятилетки у этих депутатов Вот сейчас пять лет прошло Началось там Первое заседание И они неожиданно для себя узнали Что оказывается Там у нас не исполняются Нас проекты Не исполняется бюджет И все Вот этого пять лет не было А тут случилось неожиданно Поэтому, конечно Все эти вопросы Сейчас приходится вникать Распираться Работы новые Которые, может быть, раньше Не сталкивалось И сейчас много Вы вошли Я верно понимаю В две комиссии Да? Постоянно Это по бюджету и финансам И по имуществу Отношениям По регламенту Каждый депутат Не более чем в двух комиссиях Да, по-моему Да, на данный момент Почему выбор Пал именно на эти комиссии? По моему мнению Комиссия по бюджету Это, наверное, одна из самых главных Несмотря на то Что в этом созыве Там очень мало депутатов Это впервые за многие созывы такое Все удивлялись Почему там всего четыре депутата Ну, плюс Глава и два зама Это основополагающее От бюджета идет все В зависимости от того Как бюджет будет распределен Дальше будем понимать Как все остальное работает Потому что все остальные комиссии Так или иначе Если какие-то вопросы решать Все это утыкается к бюджету Ну, и второй важный вопрос Который, мне кажется Крайне важным Которым занимается муниципалитет Это свое муниципальное имущество Муниципальное предприятие Потому что у нас есть такая традиция Все продать Получить сейчас прибыль Сиюминутную А у меня всегда вопрос А что будем делать дальше Когда все-то кончится А что будем дальше делать Как будем пополнять бюджет Поэтому я специально Эти комиссии выбрал Там плюс еще целый перечень Органов при администрации Всяких там советов Тоже в подобное же Я там навключался Ну, посмотрим пока еще Пока они еще не собирались Нас еще пока не приглашали Заседания комиссии еще не было Комиссии при Думе были Вот они уже проходили Потому что было первое заседание Думы Ну и в преддверии заседания Всегда эти комиссии проходят Поэтому вот эти Первые заседания уже прошли Ну хотя бы понимать Список вопросов рассматриваемых Которые на повестке дня У этих комиссий стоят Ну конкретно Здесь это были вопросы Там поправок В бюджет текущего года Там его исполнение Исполнение национальных проектов Исполнение бюджета Везде все плохо Конец года видимо Да, ну там как раз за За третий там За три квартала Ну там все плохо Потому что Много там нацпроектов И много крупных там вещей Которые реализованы На 5 процентов На 9 процентов На 20 процентов Ну где-то там было 60 с чем-то В среднем там около 40 с чем-то процентов Это Но это как бы показывает Что либо администрация Ничего не делала Весь год И сейчас в конце с похватились Потому что там Нацпроект, в котором 9 процентов реализации До конца года Не реализовать уже никак И вопрос Куда все эти То есть деньги Которые запланированы А куда они денутся И сохраним ли мы это Поэтому здесь конечно Надо много кадров И вопросов В новом углу И решать Мне кажется В этой ситуации Потому что Ну это провал Ну вот я хотел Да, как раз перейти Есть же формула Да, критикуешь Предлагай Да, что предлагаете Уже зряют какие-то мысли Не знаю Навести порядок Это более-менее Упорядочить эту структуру Либо настолько Вопрос это серьезный И сложный Что тут прям так Сразу ты не разберешься Нет, здесь вопрос В целом Той команды Которая в администрации Работает Потому что На сегодняшний день У пришедшего Глава администрации Своей команды нет Он об этом Достаточно открыто В СМИ заявлял Что вот он Только еще пришел Те, которые Есть К большому сожалению Как-то вот Они не вклиниваются В эту нормальную работу Не могу сказать По какой причине Но вот почему-то Почему-то у них не получается Поэтому Здесь Вопрос кадровый Наверное должен стоять На повестке номер один Но пока он достаточно Так вяло Там стоит Будем смотреть По бюджету Вот сейчас как раз Уже документы появились Нынче в ноябре Первое чтение Будет рассматриваться Тоже будем смотреть Что и как Пока еще Подробностей маловато Но тут вот были Публичные слушания Но я в Москву езжал Поэтому Не поучаствовать Да, не смог поучаствовать Но документы все есть Так сказать Разберемся все равно Ну что касается кадрового вопроса Ваш коллега по думе Денис Ерохин Тут недавно В нашем эфире говорил Что на его взгляд Примерно от третьего Тридцати процентов Чиновников администрации Можно было бы И даже избавляться Возможно Чересчур их много Вы тут какой позиции Придерживаетесь? Я бы здесь исходил Не из каких-то Процентных соотношений Количества чиновников А по их эффективности То есть Есть целое подразделение Которые в принципе Не нужны А есть направления В которых людей мало То есть Вот сейчас Запустим Пришла руководитель отдела Занимающихся озеленением У них просто Обычных сотрудников Недостаточно Чтобы эти вопросы решать Их бы отделы Точно сокращать не надо А есть отделы Которые у нас На комиссии выступали По экономическому развитию Или что-то такое И человек Руководитель Не смог объяснить А зачем они существуют На вопрос депутатов А зачем вы тут есть И что вы делаете Или вы просто Нам сообщаете цифры О том что все плохо Человек ничего не ответил Тогда появился вопрос Зачем вообще все Это подразделение Целиком нужно Если результат их Это просто констатация Факта Что вот у нас тут Реализация маленькая Спасибо Девять месяцев поработали Узнали что Десять процентов Реализации Что с этим делать Вот здесь бы я Сходил из точки Зайне эффективности А зарплаты получаете Да Там кто-то из депутатов Сказал правильную вещь Так может быть Тогда согласно Процентным исполнением За зарплату будем платить Тоже десять процентов От зарплаты получите И вроде как Так в поговорке Как поработал Так и полопал Да Поэтому здесь Я бы исходил С точки зрения Нужности И эффективности Тех или иных подразделений Понятно что Вопросов много Ко многим направлениям Где-то нужно Людей менять А не количество сокращать Где-то нужно Добавлять наоборот Где-то лишних Лишних увольнять Прощаться с ними Не жалея Ну что касается Нового главы администрации Нового Хорошо нам знакомого Вячеслава Симакова 31 октября Вы депутатским корпусом Голосовали 34 голоса То есть большинство Подавляющее Было подано Отдано Голосов за Кандидатуру Симакова Но фракция КПРФ Напоминаю в составе Двух депутатов Вы сдержались От этого голосования Почему вы так решили Особняком тут Проявить себя Тут у нас была Встреча И с самим Вячеславом Николаевичем Он с фракцией Встречался И с активистами Тут конечно Стоит отдать Должно Это действительно Открытость Нынешнего Главы администрации Есть Он готов к диалогу Готов взаимодействовать Но есть ряд вопросов На которые мы Ответов для себя Не получили И в этой ситуации Голосовать За Не могли просто Но с другой стороны У нас есть опыт Работы наших Первомайских коммунистов С ним по Первомайскому району И опыт Положительного решения Проблемы Поэтому когда принималось Решение Партийное решение было Но принималось Взвешенно Что поддержать Сейчас мы его не можем Из тех вопросов Которые звучали В чем не устроило Первое С чего начали Это кадры Мы так и не поняли Как дальше Будет это строиться Потому что Да он признает Проблемы Он вроде как Про них знает Но первое же Кандровое назначение Которое он предложил Нас вызывали Множество вопросов Ну условно Это напомните Ну тот же Матвей Вячеславович Машковцев Молодежка В общем Начальник управления По спорту И молодежной политике Ничего лично Против Матвея Я не имею Но направление Сам Вячеслав Николаевич Говорил Что завальное Сложное Тяжелое Но у Матвей Вячеславович Нет опыта работы В этом направлении То есть он В структурах Там администрации Не работал Из его биографии Два года работаю Если не ошибаюсь Два года работаю в школе Ляча по сути дела Все время помощник депутата Сложно назвать это Опытом подходящим А какой бы опыт Тут необходим На ваш взгляд Мне почему-то кажется Что в направлении Спорта И молодежной политики У нас много Там подведомственных Учреждений Занимающихся молодежью Много организаций Есть министерство По молодежи Где есть Там готовые сотрудники Которые могли бы Возглавить Это направление в городе Потому что у нас взаимодействия Город-область Все эти годы Практически Не существует Потому что город Живет сам по себе Область сама по себе Знаешь Что там Вот эти проблемы Взаимодействия Они есть Да и в целом Взаимодействия То есть у нас На уровне области С нашей Комсомольской организацией У нас там С другими нашими коллегами Вопросов нет Какий-то Диалог построен И так далее На уровне города Вот я сам Возгулял организацию С 15-го По прошлый год Никак Вот просто никак Пробиться Сходя с эту стену Непонимания Практически невозможно Определяются По партийной Какой-то принадлежности И так далее И близко не подпускали В том числе Это было одним из факторов Почему у нас есть вопросы К тому же Матвей Вячеславович Так Кадровая политика Что еще Следующие были вопросы Там где-то Знаешь Говорили Вот коммунисты Обидели Что и митинг Не дали провести Поэтому и не голосовали Но вопрос Не в митинге Мы имеем ввиду 7 ноября Да Приуроченный К 105-летию Да К 105-летию Что есть По конституции Права У жителей В том числе Города Кирова Есть Определенные Политические права В том числе Право на высказывание Своего мнения И так далее На проведение Демонстрации Митингов Шеста пикетирования И так далее И так далее В городе Кирове На сегодняшний день По сути дела Провести какое-то Публичное мероприятие По факту невозможно Все эти мероприятия Отправляются В сквер памятника Степану Халтурину Все понимают Что проходимость Там практически равна нулю Остановок рядом нет Тут находится все это В низинке В кусниках Вас никто не слышит Не видит Удобно проводить Там провести Банальный пикет Возле любого другого здания Практически невозможно А администрация Находит всегда какие-то уловки Чтобы это не провести Кроме одиночного Ну кроме одиночного Естественно Одиночное согласовывать Нет необходимости Точнее уведомлять о них И вот этот разговор Вячеслав Николаевичем Был у нас многократный Все ссылались на Какие-то Обеспечения безопасности Что вот там Там безопаснее И так далее И так далее Что мы не можем по закону Как показал областной суд А все могут И по закону могут И безопасность могут обеспечить И вообще никаких Проблем с этим у них нет То есть мероприятие Удалось провести Да Мы его провели Отчет есть Да и на сайте И вот здесь вопрос вставал в том Что насколько Вячеслав Николаевич Самостоятельная фигура в городе Будет ли он хозяином города Или будет оглядываться На всяких На внутреннюю политику Еще на кого-то И принимать решения Не исходя из интересов жителей И исходя из каких-то Политических интересов Этот вопрос тоже остался без ответа Ну и Вопрос Стратегического видения То есть мы поднимали вопрос Стратегии Каких-то глобальных вещей На сегодняшний день Вот из его работы В качестве Исполняющего полномочия Да Действительно Человек там С раннего утра До позднего вечера Работал Да В ручном режиме Решает вопросы Там Каждой лужи Каждой лавочки Каждого метра дороги Каждая яма И так далее И так далее Но глава администрации Все-таки Фигура Которая Не персонально Там лично Каждую яму ремонтирует А которая должен здесь Какую-то стратегическую Тактическую Видение ситуации Там Иметь На вопрос О стратегии Он отвечал Что она там Существует в городе Но я Сомневаюсь Что вообще Такую-то стратегию Назвать можно Но с другой стороны Я читал Да В СМИ Вы все-таки Отметили В качестве положительных Моментов Что Симаков Представил Самый обширный Да Самый такой Доклад 31 октября Ну там к сожалению Было всего два варианта Или это не вам Принадлежали слова Ну я точно Такого не говорил Может быть Это ты и с товарищей Но вопрос в том Что всего было Две кандидатуры Ну да Я понимаю И к сожалению Второй кандидат Несмотря на некоторые Неплохие мысли В основном докладе Там на вопросах Ну такое ощущение Что он Не хотел Собственно Голосовали И куда-то там Уплыл в сторону Совершенно То есть практически На них толком Нормально не отвечая Поэтому да Из них двоих У Вячеслава Николаевича Да Действительно По большому счету Техническое Участие Это однозначно Это однозначно Что это было По моему мнению Это точно техническое Было участие Поэтому здесь Он проблемы обозначил Но пути решения На сегодняшний день Пока Не обозначены Есть конечно Надежда Что сейчас мы Может быть в бюджете Увидим Какие-то моменты Потому что уже При нем формировалось Рук раскроется Сейчас как стратег Поэтому мы против Не голосовали Поэтому мы не поддержали Избрание Мы понимали Что голосов Единой России Достаточно Другие коллеги С других партий Присоединились Это их выбор Мы здесь Исходим Для нас Это вопросы принципиальные То есть если Глава администрации На эти вопросы Ответить не может Которые мы Ставили Вопрос по транспорту Это несчастный Почему я про 90 автобусов На думе говорил Потому что это Прямо уже там Апогей безобразия Из года в год Комиссия туда выезжает Видит Что все хорошо Вроде Мест хватает Люди разъезжаются По городу А потом выясняется В очередной раз Что они Поездили бы Они на нем Вот Но вопрос это был в том Что кардинальная Там реформа транспорта В городе И вот на все эти вопросы Глобальные Ответов на сегодняшний день Нет Поэтому Исходя из этого Мы не смогли поддержать человека Соответственно Если ответы на эти вопросы Появятся И мы их все увидим И появятся какие-то Стратегические Действительно Достижимые задачи Будут цели поставлены Вы измените свое отношение На сегодняшний день Он избранный главой администрации Мы с ним работаем Какие-то вопросы Задачи Проблемы У нас все равно Никуда не деться С администрацией работать Мы обязаны Исходя из наших обязанностей Поэтому Мы все равно будем С ним работать Просто хотелось бы Чтобы работа была Эффективной И конструктивной Не как с его предшественниками Когда С чем не придешь Все бесполезно То есть Я так или иначе Сталкивался с Осиповым И там было просто Бесполезно Хоть с чем-то приходить Он не слышал Никаких предложений Ну да Хочется надеяться Что изменится Конечно В лучшую сторону Я напоминаю Что беседуем мы С Михаилом Кремлевым Депутатом Кировской городской думы Руководителем фракции КПРФ Давайте о молодежке поговорим Да Тем более Что стало в конце прошлой недели известно О том Что при главе города Кирова Будет впервые создан Молодежный совет Что это за структура Ну вот более-менее технически Сейчас понятно 25 человек В возрасте от 18 до 35 лет Целесообразность Появления этой структуры Михаил на ваш взгляд Есть Наполнение его деятельности Вообще конечно Сложная очень тема Дискуссионная Да Привлечение молодежи К ответственности За судьбы города И области И так далее Там ведь вопрос в том Что изначально Эта идея была Двух молодых ребят Которые так или иначе Взаимодействовали С независимым молодежным парламентом Ирина и Данила По-моему это были Которые на встрече С Соколовым С губернатором Обозначили вопрос С существования Этих молодежных Консультативных органов Собственно Соколов у себя В телеграм-канале Потом и писал Да О том что планируется Создать При муниципалитетах Он вроде бы как Поддержал Сказал что вот Нужно создавать Нужно делать Там выборно И все правильно Но В финале Мы увидели Немножко странную вещь Совет при главе Это совсем не то С чем шли ребята То есть ребята все-таки Хотели Какой-то аналог Молодежного парламента С демократичными Процедурами Избрания Ну такая Словно скажем Муниципальная школа Будущих активистов Будущих может быть И даже депутатов Подождите А в какой форме То есть это Молодежная городская дума Ну что-то наподобие того То есть они шли с этой идеей Что там есть выборы Есть ребята Которые вот Они через этот процесс Прошли избрание И дальше Вот участвуют Работают Смотрят Учатся Помогают И так далее И так далее И так далее В итоге это Нечто Существует Именно при главе Я думаю Что там Наверное Елена Васильевна Сама его может быть Как глава Возглавит этот совет Его функционал Пока Ну точнее там Понятно Что это Какие-то Константливные вещи Немножко Ну то есть Не то что Заложено В Молодежном парламенте Зак Собрания Там где у них Законательная какая-то вещь Еще какие-то проектные То есть ну Сам процесс обучения Здесь все-таки Это Все-таки Именно совет при главе Это уже не форма Такого Парламентского органа Скажем так Плюсом ко всему Опять конкурс Какая-то комиссия Непонятно Кто в нее войдет Опять эссе Мы это уже проходили В Молодежном парламенте При Зак Собрании Когда эти эссе Были накачаны С интернета С плагиатом Под 90% Ничего не помешало Можно я поясню Слушателям Может быть вы не в курсе Еще Кандидаты Вот в этот Молодежный совет При главе города Сейчас должны Написать нечто Ну вот это эссе Называется То есть изложить Своё видение Чем должен заниматься Молодежный совет Своя жизненная позиция Какие взгляд На актуальные проблемы Города Это все вот сейчас Можно отправлять И потом будут Выбирать На основе лучшего Это мы имеем ввиду Вопросы есть По квотам Которые какие-то Определили Что там Студентам Столько-то человек Работающей молодежи Столько-то Общественных организаций Столько Даже молодых депутатов Собирают сюда включать Хотя я считаю Что молодым депутатам Ничего не мешает И так принимать участие В работе этих советов Если будут приглашать Я лично готов Участвовать Приходить В том числе себе Имеется ввиду Абсолютно без проблем Поэтому на сегодняшний день Пока эта штука Совсем непонятная И большой вопрос в том Во что она выльется Если они опять соберут Тех, кто просто кивает Елене Васильевне А на группе Которую собирали Когда это обсуждалось Так большинстве своем И получилось Что большая часть Была тех Кто просто совсем соглашались Что там Не надо туда брать Людей младше 18 И зачем они нужны И ничего не понимают Еще Не надо никаких выборов Не надо никаких Отдельных парламентов Вот будет совет Тогда в нем толку не будет Сама Елена Васильевна Пару раз его соберет Поймет, что он бесполезен И перестанет этим заниматься Объективно Опять же 25 человек Почему не 40 Почему не 50 Почему не 100 Тут тоже вопрос Почему там допустим Не хотя бы Не по количеству депутатов 36 Есть городская дума Какой-то аналог Но обычно просто Молодежные советы Они именно в таком формате И создаются Ну вот эта процедура Именно И документ подписан Самой То есть это Просто распоряжение главы Никакая дума Ничего за это голосовать не будет Сама глава Собрала Сама глава Если захотела Распустила Сама глава Кого хотела Взяла Есть процедура Вывода людей оттуда Мне почему-то кажется Что она может быть использована Там просто нужно проголосовать И человека оттуда вывести Решением совета Они сказали Что это для тех Кто там Может быть Не сможет работать Где-то Не будет себя проявлять Но учитывая Учитывая Срок работы Совета Всего год Не на весь Не на весь Даже срок Полномочий Городской думы Только год И прописано Что собрание Не реже раза В три месяца Ну мы понимаем Что скорее всего Так он и будет собираться В итоге Три месяца Так это же просто Вот декорация Да Так вот это получилось Вот это Вот Вроде как формально Исполненное решение Надо было создать Ну вот создали Радуйтесь Кто в этом будет участвовать Но по сути дела Вот я смысла не вижу Она может пользы Не принести никакой Если конечно Елена Васильевна Не захочет Очень активно В этом принимать участие То есть раз в три месяца Ребята Девчата придут Со своими Какими-то идеями Глава города Их выслушает Да Ну что-то там Возможно Возьмет на заметку Но по факту Возможно получится Что там Ничего и не Не будет делаться Поэтому то что хотели Ребята Этого там нет Совсем То есть Даже идеи С которой они приходили Там не сохранилось Никаких Нормального Какого-то функционала Там нет На те вопросы То есть Я задавал вопросы Чисто технически Я уж не Там не глобально Подходил к этому На рабочей группе Я просто спросил Почему такие квоты А если у нас В квоте студентов Не заявится То количество человек Что мы будем делать Зачем там депутаты Нужны в этом совете Они и так Должны ходить И во всем участвовать Зачем они Ну ответов на эти вопросы Я особо не получил Ну хорошо Если свои требования До минималок Прямо снизить Ну вот сам факт Того что Молодежный совет В какой-то веке Впервые появляется У нас При главе города Ну сам Вот само-то это Позитивно можно Рассматривать Это явление Или Сложно рассматривать Сложно Позитивно Потому что Уже задумываешь Содержание И все Понимаешь Большое мысль То есть Пятнадцать секунд Пока мы не увидим Состав комиссии И какие там заявки Тут сказать будет Вообще сложно Хоть что-нибудь Если будет комиссия Из своих Скажем так В кавычках То и тогда В этом и смысла Даже обращать внимание На него до конца года Можно спокойно Забыть о его существовании На этом завершается Первая часть Нашей программы Напоминаю Что это Михаил Кремлев С своим мнением В нашем эфире Депутат Кировской городской думы Руководители фракции КПРФ Вернемся очень скоро Особое мнение На 101FM Еще раз добрый день Общаемся мы С Михаилом Кремлевым Депутатом Кировской городской думы Руководителем фракции КПРФ Еще В молодежной тематике Остаемся Мнение тоже Ваше Михаила Хочется услышать И по поводу Я уж не знаю Как это называть Возрождение Молодежного парламента В областном законодательном собрании Мы помним прекрасную историю С Анастасией Вашей коллегой По фракции И мы недавно Связывались с ней по телефону Когда обсуждали В дневном развороте Эту тему Ну в том числе Закономерные Законные вопросы Вызывают и новый порядок Формирования Вот этого Молодежного парламента Вы тоже Я не поддерживаю Нас настаиваете на том Что это абсолютно Недемократичный способ Формироваться Как он собственно Ни к чему опять Не приведет Если на выборы От Единой России Не заявилось Ни одного По сути дела Человек Не набиралось Даже на половину Состава А сейчас им нужно Набрать большую часть Они откуда Этих людей возьмут Насколько эти люди Будут эффективны Если они не пошли На процедуру выборов А вот сейчас Их там как-то Поназначают Мы это уже проходили Это было По-моему В пятом созыве Я еще сам участвовал Постепенно Депутатам Это неинтересно Они кого-то выдвинули Про них забыли Чтобы отозвать Депутат должен написать заявление Никто ничего не пишет Поэтому Это На сегодняшний день Я конечно Тут есть Я достаточно Оптимистично настроен По жизни Есть надежда На какие-то там Моменты Что хоть что-то Можно будет сделать У нас Наш товарищ Тоже будет участвовать Но в случае Если это окажется Такой же бесполезностью Какое-то было ранее Мы в этом тогда Участвовать откажемся Я напомню Да О том Что по новым правилам Каждый из депутатов УЗС Должен будет Предложить Да Своего Кандидата В молодежный парламент И получается Что у нас тоже 40 будет Участников До молодежного парламента В отличие от прошлого порядка Когда Вот как раз В декабре 2021 года Выборы проходили На сайте На сайте госслуг Да На госслуг Тогда было Более 140 заявок И соответственно Да Вот список Такой победителей У каждого По несколько сотен голосов То есть Пусть может быть Это не очень много Но все-таки Какие-то люди За них голосовали Их поддерживали Поэтому сегодняшний день Это внеочеренная Там Декорация Просто потому что Надо Чтобы это было Причем это вот В ближайшие дни Должно свершиться Да Там уже заявки Я знаю Что депутатов Они уже Направляли Своих Свои документы Посмотрим Что из этого получится Я в эту штуку Сейчас не верю Потому что Береснев Когда был прошлый созыв Говорил о том Что ему хочется Проработать с разной Там с интересной Молодежью Которые другие взгляды В итоге Сейчас они собирают Состав Исключительно тех Кто им в рот смотрит Грубо говоря И что они от него ждут Как бы Ну вот снова начнется Там предложение По запрету Запуска Воздушных шариков Там какой-нибудь Очередной день Подтягиваний Ну и так далее Все это Смех на палочке Давайте еще пару Актуальных городских тем Затронем Если успеем Пять минут у нас Примерно остается Тема Которая Ну вот прям Этой осенью Звучит ярко Большое количество Недовольных высказываний Я имею ввиду Темноту в городе Да В темное время суток У нас практически Ежедневно Проходят Происходят Автоаварии Когда В том числе Из-за плохой освещенности Автомобили сбивают людей И Симаков Неоднократно Уже эту тему Поднимал В последние недели И губернатор Александр Соколов Вячеслав Николаевич Недавно Заявил о том Что 280 На мой взгляд Это идет Не количество улиц А участков На улицах Которые полностью Не освещены А ведь Мы прекрасно помним Что у нас недавно Был энергосервисный контракт И там была Очень и очень Приличная сумма Как? Что? Что делать дальше? У нас все как всегда Ну пока все сводится к тому Что вроде как Вот надо там Деревья где-то Постричь Чтобы светлее стало Еще что-то Понятно Здесь нужно Депутат Юрий Шлеминзон Об этом говорил Да Давайте пострижем деревья Получше Это его предложение было Да Вопросов много Начиная с того Как это все реализовывалось Почему опять оказалось так Что деньги потраченные Результат Не особо таково удовлетворяет Сейчас каких-то прям Нормальных решений Со стороны администрации Я пока не вижу Там вопрос На подстригании деревьев По-моему и остановился То есть это вот Единственное предложение Которое звучало Давайте пострижем деревья И может быть что-то изменит Да На предыдущем заседании Да Это озвучивалось Да А больше Какой-то конкретики К сожалению На сегодняшний день нет Понятно Что этот вопрос Нужно решать глобально Здесь конечно Без помощи области Городная Сам Уже не справится Хотя у нас есть Некоторые участки Которые вообще без Света То есть Его там совсем нет Просто Ни лампочек Ничего Поэтому Еще остается много Ну Тут получается Снова должна быть Какая-то программа Опять какое-то Финансирование Ну я надеюсь Что мы В бюджете Надеемся Что увидим Потому что Пока были какие-то Предшественников В Симакова Были какие-то Странные проекты Там с этими Светящимися Пешеходными переходами Которые по-моему Сделали ситуацию Еще хуже То есть Кто ездит Видит что Когда человек Передвигается По этой штуке По этому пешеходному переходу Он сам весь в полосочку Он сливается Просто с этим пешеходным переходом Его там не видно Поэтому Кто вот эти Мега проекты Страты денег Задумывал Должен Мне кажется Сегодня за это ответить Ну так или иначе Впереди рассмотрение бюджета И видимо там Будут закладываться Определенные деньги На то Чтобы эту проблему решать Хотел У нас Как ранее Неоднократно заявляла администрация У нас есть Муниципальная программа По освещению Периферийных территорий В областном центре Помню анонсировали Эти когда вещи Преподносили Это как Впервые За долгие годы Последним Выделяется такая сумма Хотя улучшений Мы пока не видим Пока нет Пока не видим Ну и вопрос Со школой новой В Слободе Шевели Которая должна была Открыться еще 1 сентября 2020 года О чем нам говорил Предпредыдущий Глава Кировской администрации Илья Шульгин Ну вот сейчас Вроде как все сходится И финансирование И земельный участок Хотя конечно По земельному участку Там возможно Есть еще Вопросы Потому что территория Такая Там собственников Видимо Много Вот вам как видится Верите в то Что Михаилу Действительно появится Эта школа В ближайшие два года Как нам анонсировали Хотелось бы верить Но вот Возвращаясь немножко В самое начало Когда мы рассматриваем У меня сейчас допустим На руках Есть ответ администрации Что тут должны были Начать строить Там шести школам Пристрои Из них по трем Все расторгнуто А еще три будут построены Без теплых переходов Из кабинетами На 22 человека Хотя у нас есть классы Которые И значительно больше Которые учатся Поэтому вот Исходя из того Что на данный момент Такие существуют проекты У нас многие школы Многие объекты Были не построены В этот год Поэтому конечно Я хотел бы верить В то что это получится Но вот на данный момент Есть определенная доля Пессимизма Учитывая как администрация Реализует все проекты На территории города Кирова То есть общий фон Он так скажем Оставляет желать лучше Ну если конечно Может быть Вячеслав Николаевич В ручном режиме Будет прям контролировать Весь процесс Ну тогда может Ну тогда правда Все остальные вопросы Как-то Если он же не может Все в ручном режиме решать Поэтому здесь Мне кажется Без некоторых кадровых изменений И этот проект в том числе Может оказаться долгостроем Ну пример Чапецкой Седьмой школы Очень показательный Ну да Почему Михаил Приводит этот пример Потому что Становление Развитие в Чапецке Проходило Да 650 лет Кирову Короткий ответ Что самым лучшим подарком Было бы На ваш взгляд Вы сейчас активно Да Мы об этом говорим Обсуждаем Буквально пол Да Я думаю Что здесь вопросы По благоустройству Думаю Что если бы Город преобразился Чтобы у нас там Улицы стали почище Поравнее Это было бы уже Неплохим подарком Ну и Исторические здания Возвращаться будем Безусловно К этой теме Еще и еще Благодарим нас За участие в сегодняшней программе Михаила Кремлева Депутата Кировской городской думы Удачи До новых встреч До свидания До свидания Особое мнение На 101FM